Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения! В портале 22-2022-2 февраля предлагаю вам прожить как в сказке. Тема. Разговор с солнечными драконами. Автор Елена Львина читает лора. Солнечные драконы. Кто такие солнечные драконы? Приветствую тебя! Я дракон солнечных энергий. Я могу ответить на интересующие вопросы. Хорошо, дракон солнечных энергий. Расскажи пожалуйста, что такое солнечные энергии? Как вы, драконы, разделяетесь по каким-то своим критериям? Энергия Солнца. Это та энергия, которая была первоначально в космосе. И мы фактически имеем такую же энергию. Так вот, солнечные энергии это те энергии, которые были первоначальные. Как бы первичные энергии драконов. Мы родились из огня, из огненной плазмы. И мы являемся проводниками этой энергии. Как вы можете влиять на нас, на людей? И как мы можем с вами работать с солнечными энергиями? Все люди на земле имеют отношение к драконам. Почти все люди на земле, которые рождались, перерождались на земле, несколько раз имеют связь с драконами. Мы говорим о тех душах, или как вы их называете, которые были в первичных рождениях в земных планах. Это не важно, на каком поясе земли, или, как сказать, на каком слое земли они жили. Это не имеет никакого значения. Потому что все, кто был рожден на земле, не важно, на каком из нее слоев или плотностей имеют отношение к энергиям драконов. Потому что наша энергия, она пронзает всю землю. И мы, как элементы первоисточники огненных энергий или солнечных энергий, мы соединяемся с вами и с землей тоже. Хорошо. Чем можно отличить, допустим, солнечные энергии от энергий огненных или энергий огня? Солнечные энергии – это энергии света, солнечные энергии. А огненные энергии – это энергии огня. Есть небольшая разница. Свет солнца у вас имеет два направления – свет и огонь. А огненные имеет больше огненную энергию, огненную насыщенность. У вас идет очень большое переплетение элементов. Переплетение элементов разделяется на множество элементов. Но вы почему-то используете как чистая стопроцентная огонь. Или как чистая стопроцентная, допустим, вода. Но на самом деле, если рассматривать таким образом, то вы состоите из множества переплетений, из множества различных энергий. Если преобладает огненная энергия огня, вы говорите, что это огонь. Если больше преобладает вода, то вы говорите, что это вода. На самом деле, все состоит из более тонких переплетений. Хорошо. Что такое свет тогда? Свет – это такая субстанция, которая исходит из солнца, преломляется и поступает на землю. И такие световые потоки могут быть проявлены в солнечные дни, когда у вас, допустим, светло. Когда у вас становится темно, эти потоки становятся менее заметными и менее проявленными. И вы считаете, что это тьма. Становится холоднее и света не видно. Мы – первые драконы солнца. А сколько вас, драконов, вообще? Вы называете нас драконами. На самом деле, это первичные энергии. Мы – первые, кто стояли у истоков возникновения или образования этой земли. Образование галактик. И мы имеем древние корни и обладаем древними знаниями. У вас называется это знаниями. Но на самом деле, это фактически не знание. Это то, что есть. То, что есть в нас. Это просто есть. Для вас это считается обрести какие-то знания. Познайте нас, и вам откроются все знания. Хорошо. А как познать вас? Познать нас, да также представить себя солнечным драконом или представить нас, как солнечных драконов. Мы приходим к вам на зов. Мы становимся частью вас. Или вы частью нас. И так происходит взаимнообретение. Хорошо. А люди, допустим, имеют некоторое плохое воображение и не могут вас позвать, представить. Неважно, каким образом вы нас призываете. Призываете, самое главное, намерение ваше, как вы можете нас воспринять. Неважно, каким образом. Но лучше, конечно, если вы делаете все в многообразии. Вы представляете нас. Вы призываете нас голосом. И вы работаете с нами, запоминая свои ощущения и состояния. Допустим, я получил такую-то энергию. И я чувствую сейчас вот так-то. И как-то через мое тело проходит какая-то энергия. Я чувствую в голове, я чувствую в руках, я чувствую еще где-то. Меня начинает закручивать. Меня начинает вести в одну сторону, в другую. А вы как бы описываете все эти ситуации. Какие с вами произошли. Или запоминаете. Таким образом, при вторичном знакомстве вы уже будете знать, чувствовать, что ожидать и как ожидать. Хорошо, тогда такой вопрос. Солнечные энергии или люди призывают дракона солнечных энергий. И это на самом деле придет дракон солнечных энергий? Как мы узнаем, что это именно настоящий, реальный дракон солнечной энергии? Когда вы вызываете нас, солнечных драконов, особенно у людей, которые были знакомы с нами, появляется очень щемящее чувство. Вы называете это любовью. То есть, щемящее чувство у вас внутри тела. Что это уже когда-то было у вас? Это вы уже ощущали, но что-то очень знакомое и родное. Вот, когда приходит к вам что-то знакомое, и вы при этом чувствуете себя возвышенно, вы готовы летать. Если вы готовы петь, вы начинаете светиться изнутри вот этим светом, то вы никогда его, это состояние, не перепутайте ни с чем другим. Это будет драконовый свет, свет драконов солнца. Если вы один раз соединились с драконами, вы никогда не перепутайте это с другими энергиями. Благодарю за пояснение. А для людей, которые не чувствуют, например, многие люди нечувствительны, что им делать? Все равно они должны чувствовать себя, потому что именно ваше тело на земле отвечает за ваше явление всего, что происходит внутри вас. Вы же обладаете особой чувствительностью, просто ее надо развивать. Но есть люди, которые совсем ничего не чувствуют, они говорят, я не чувствую ничего, что тогда делать с ними? Возможно, эти люди заморожены. Что значит заморожены? Значит, у них не открыты тела для принятия какой-то определенной информации. То есть, они находятся на каком-то своем моменте развития, когда им еще не дано почувствовать то, что чувствуют, может быть, другие. Не то время, не тот момент жизни. Их деяния земные держат их в своем колесе, не восхождение. Но все равно вы можете пробовать и пробовать. И это даст вам больше сил для соединения с нами. Потому что наша энергия, она первична и довольно сильна по своей насыщенности. И поэтому каждый из вас любит и тоскует по отсутствию солнца. Для вас в данный момент это источник света. Солнечные энергии, которые влияют на вашу землю и помогают ей в своем развитии, расцветании и процветании. Это мы говорим о растительности, деревьях, фруктах, овощах и так далее, которые растут для вас и кормят вас, людей, определенной пищей, содержащих энергию для ваших клеток. Хорошо, благодарю. А что вы можете сказать, как люди могут получать вашу энергию, что даст соединение с вами человеку в дальнейшем житии и бытии? Соединение с нами дает раскрытие светового потенциала, световых клеток. То есть ваши клетки начинают работать с большей энергией, с большей отдачей, с большим раскрытием. Происходят трансформационные изменения в клетках и эти клетки насыщаются больше светом. То есть происходит насыщение клеток световыми лучами, световыми потоками. Ваши клетки начинают обладать большей светимостью, что дает вам, людям на Земле, больший, более сильный переход в тела света по вашей эволюционной линии. Есть ли у вас мужские и женские особи солнечные? Мы драконы Солнца. Мы драконы Света. У нас общий источник света. В источнике света мы не разделяемся по мужским и женским особям. Хорошо, а как вы развиваетесь? Как у вас происходит рождение новых драконов? И происходит ли рождение новых драконов? Рождение новых драконов, да, происходит. Мы соединяемся вместе, когда нам нужно возродить какое-то новое начало нового солнечного дракона. Когда несколько особей готовы к этому, мы объединяемся вместе и с помощью наших энергий рождаем новое солнечное чудо, которое состоит из качеств наших солнечных братьев, солнечных драконов. И мы привносим это солнечный всплеск, световой всплеск. Что-то получается похожее как капля, как яйцо, как шар, я не знаю, как это назвать, состоящее из энергий восьмерых. Может быть меньше, может быть больше восьмерых, и создается новый солнечный дракон. Но это бывает очень, очень редко. Это бывает не очень часто. Это может случиться по вашим земным меркам раз от 150 до 350 земных лет. Сколько вообще драконов Солнца? Наше драконье царство существует уже давно. Мы не живем только на Солнце. Мы путешествуем, мы живем и на других планетах. Но основное количество, живущие на Солнце, 108 драконов. А что для людей означает цифра 108? 1 плюс 8 становится 9. Это ваша третичная сетка, которая есть на Земле, которая существует в пространстве, которая является вашей сеткой для считывания программного наслоения. Это нельзя назвать типичной программой. Это просто заложен потенциал. И вот этот потенциал именно ваш, который считывается многомерной Вселенной. 108 – это ваш номер, который вы можете передать другим Вселенным через вот этот потенциал. Это просто цифровая модель, принятая на Земле. Но на Земле есть еще другие – 369, есть 144, есть другие знаковые цифры. Да. 108 – это наша солнечная энергия. 144 – это более углубленные матричные коды. Они действуют, как новая сетка на сетке 108. Это перепрограммировано. 144 – это было перепрограммировано на существующую до этого цифровую матрицу. У нас есть и другие цифровые значения. Мир очень многообразен и многослойен. Поэтому очень трудно говорить вам и объяснять, потому что вы имеете перед собой другую модель Вселенной. Эта модель Вселенной, которую вы сейчас имеете в себе и в умах людей, она такая, более энергоинформационно заложенная. И перейти от одной модели к другой будет вам довольно сложно, потому что у многих людей костный мозг, закостенелое мировоззрение, закостенелые явления. И вам очень трудно сдвинуться с одного полюса, который имеете вы, перейти в какую-то другую ментальную реальность и понять, что все Вселенные, соединяясь друг с другом, представляют собой многочисленные переплетения того же яйца, состоящего из многочисленных ходов, слоев, проходов. И эти наслоения, эти ходы или норы, так называемые порталы, они двигаются и пересекают это яйцо, как у вас. Эта модель эллиптическая, сферическая, она крутится и каждый раз представляет собой новую реальность. Эта реальность существует в многообразии, многослойности, многовероятности. И если один раз становится сделать шелчок «да», тогда она замирает. Когда она замирает в момент, когда она замерла, в этот момент вы сделали шелчок, вы сфотографировали типа модель, остановили время. В этот момент вы можете видеть, и когда вы соединили от одного события до другого события, получается ваша временная линия, которая вообще фактически не соединяется. Она соединяет несоединимые вещи. И ваше понимание самой вселенской модели очень далеко от настоящего, как на самом деле все существует. Мы, драконы, можем путешествовать во временах, можем путешествовать и переходить из одного состояния в другое, из одной пространственной конфигурации в другую, и видеть, даже изменять кое-что, что подвластно нам. У нас говорят про иерархию времени, про многие другие вещи, как, например, «Архитекторы Вселенной», название. Все, что названо и то, что передается вашими ченнелерами, людьми, которые представляют собой вот эти контакты или каналы, они и соединяются с многовероятностной моделью. На самом деле у них просто есть каналы, и они снимают информацию с одного канала, некоторые с двух и более. Допустим, по своим вибрациям для них подходит этот канал, и они работают на этом канале и снимают информацию именно с этого определенного канала. Но не забывайте, что мир многообразен, все многообразно в своем передвижении, и таким образом очень много людей могут снимать послойную информацию и еще в каком определенном времени, так как время не постоянно. Когда они снимают информацию, они идут по амплитуде времени. Иногда они снимают информацию, думают, что они снимают информацию сейчас, но на самом деле эта информация находилась где-то в прошлом или находится где-то в будущем. Поэтому, когда человек обладает виденьем, всевиденьем, всезнанием и так далее, только тогда для него возможен общий срез этой информации. В данный момент мы бы сказали, что никто не имеет такого сознания и такой высоты понимания, осознанности восприятия и раскрытия его жизненной субстанции, чтобы определить и правильно выразить все, что считывается вами как мир Вселенной. У вас есть очень много людей, которые передают информацию, и вы сами понимаете, что одна информация бывает совершенно противоположной другой. Но помните, что каждый информирующий подключается к определенной ячейке многоуровневого, много вселенского яйца знаний, вселенского разума. И поэтому дают свою определенную информацию, которую может он прочитать согласно уровню его восприятия. Хорошо. Вот вы сейчас солнечные драконы, и вы общаетесь с нами. Мы передаем то, что вы можете считать своим потенциалом, и как вы можете переосмыслить, переоценить, перетрансформировать и передать дальше. Мы передаем вам только то, что вы можете уловить своим сознанием и переработать. Больше мы дать не можем, потому что вы или просто сгорите, или получите столько много света, что ваше тело не сможет его перенести, ваше тело не сможет объять всю ту информацию. Поэтому вся информация дается точечным, направленным лучом, точечным значением, которые раскрываются у вас по мере прохождения этого сигнала до информационного центра передачи. Как я вижу, я не очень могу все передать. Вы можете рассказать еще что-то интересное, что мы люди, допустим, до этого не знали. Или что-то такое, что нашему уму не подвластно. Скоро вы будете подразделяться на более другие пласты. Скоро произойдет. Слово «скоро» – это «скоро». Для вас скоро произойдет разделение людей на определенные слои сознаний. Эти пласты сознаний будут примерно пять уровней. Один высокий пласт, где люди будут считывать высоковибрационную частоту и будут почти передавать без искажения информацию. Люди первого пласта, если мы делим первый, второй, третий, четвертый, пятый, будут получать своеобразную информацию, которую надо будет считывать правильной и довольно плотной. То есть при считывании ты не можешь сдвинуться ни на шаг назад, ни на шаг в сторону. Вот такая информация жесткой рамки. Она не идет ни туда, ни сюда. Она именно такая, какая есть. Это то же самое, что вы видите на своей шахматной доске. Белая, черная. Скажем так, вот здесь клетка белая. Вот здесь клетка, она черная. И вы, хотя даже двигаетесь по этой шахматной доске, но вы все равно никуда перейти не можете по своему собственному выбору. Конь именно ходит как конь, а ладья как ладья. То есть ограничение. Ладья не может стать другой фигурой. Она будет двигаться именно так. Это вот такие ограничения для первого слоя, жесткие рамки. А остальное между ними последующие слои. Чем выше слой, тем меньше ограничений. А как определить вот эти слои и почему разделение произошло именно на пять слоев? Ваша земля имеет сейчас пятую плотность. И люди распределяются по этим плотностным слоям. И каждый находится как бы в своем слое. Но при этом вы все общаетесь друг с другом. Можете общаться с друг с другом. Но при этом каждый ментально находится в разных слоях. И не только в ментальных. И еще зависит от их клеточного состава. Светового клеточного состава. Который также влияет на человеческое тело, на чистоту его сознания, на чистоту его энергетики, на понимание. Потому что не может сознание двигаться без тела. У вас это изменится. То есть существует вместе ваше тело и сознание. Они существуют совместно. Еще у вас есть яйцо, которое вокруг обволакивает цветовая прослойка, световая матрица. И чем больше у человека сознания, тем больше у него светимость. Она становится более толстой. Иногда вы называете это эфирным полем. Но это не то эфирное поле, которое вы имеете ввиду, как низкий эфир. Это высокоэфирная составляющая, которая, как световое яйцо, обволакивает ваше тело и все органы. И все вместе. вот эта световая световая субстанция, по-вашему, аура у разных людей, она находится в разной толщине. Если рассматривать их на картинке, то у одних она там составляет от двух сантиметров, у других составляет до пяти метров. И получается, что люди разные и имеют разные световые субстанции. В зависимости от этих субстанций и происходит как бы разделение людей. Эта субстанция зависит от его принадлежности к плотному миру, как к любой плотности, которая имеется сейчас у вас на земле. А как люди могут из одной субстанции перейти к другой? Фактически люди могут, но все происходит путем трансформации внутренних органов, трансформации внутренних клеток. Это не происходит моментально, но мы в безвременье можем видеть, просматривая это, и видеть, как люди меняются по своим критериям, по своему составу. Может быть, нам нужно, допустим, есть другую пищу, или нужно что-то еще делать. У вас очень много разной информации, что нужно вам делать. Вы выбираете, что вам подходит. Выбираете, что считаете вам нужным, потому что у вас есть внутреннее чутье, которое называется интуицией. Иногда это называется всеведенье, всепонимание. И действуйте, исходя из своего внутреннего состояния своего тела, когда вы чувствуете, что все органы направлены на то, чтобы раскрыться. Вы должны раскрыться этому свету, вы должны раскрыться этим световым потоком, вы должны раскрыться себе и стать более размягченным, раскрытым, а не очень жестким и закрытым. Очень интересный сейчас вопрос, потому что нам говорят, идите внутрь, идите внутрь, значит мы уходим внутрь. Идти внутрь это не значит быть жестким. Идти внутрь это значит раскрывать себя для каждой мельчайшей точечки, для каждой мельчайшей клеточки своего сознания. Вы раскрываете, идя внутрь, вы не смотрите на внешний мир. Вы смотрите только на то, что внутри себя. Вы именно. ты есть, вы есть, любой человек есть, тот, кто смотрит внутрь себя и раскрывает себя в этих потоках внутри каждой клеточки. Потому что каждая клеточка это ваше сознание. Ваше сознание это все вместе как единый организм. И единый организм это не только то, что вы видите сейчас глядя на друг это не то, конечно. Это только иллюзорная картинка. На самом деле вы намного мощнее. Вы намного больше. Вы намного разнообразнее, многообразнее. И у вас есть множество, скажем, обличий во всех мирах и во всех существованиях. и когда вы идя внутрь раскрываете свою световую матрицу, то эта световая матрица высвечивает все остальные вещи, кем являетесь вы в других мирах. Она высвечивается здесь и дает свет. свет, то есть это получается как свет, заходящий в вас, освечивает ваши тела, освечивает ваши клетки и выдает обратно этот свет. То есть свет идет в вас и вы перерабатывая раскрываете клетки и передаете это другим своим существам, своим другим воплощениям, своим другим частям, находящимися в многомиллионной, многофункциональной вселенной. И те получают вот этот световой проброс, который вы как человек даете им и они перерабатывают, насыщают и опять обогащают. И процесс происходит неустанно. и вы работаете в связке как здесь на земле, так и в многомерной вселенной. Вот об этом подумайте. То, что мы хотели сказать, поймите это в себе. Распознайте, как вы можете работать. И тогда вы принесете очень и очень много света. Не только себе, но и всем существам, находящимися на других планах и под планах. Мы сказали все, что хотели сказать. Благодарю вас, солнечные драконы, за ваше повествование. Мы, как люди, всегда хотим больше получать не только деталей, потому что мы именно из деталей строим свой мир. И складываем эти детали, и потом у нас образуются новые картины, которые мы можем выявлять миру. Для вас самое главное сейчас вырастить свое световое тело. На данном этапе вашего развития для вас важно световое тело. Вы можете назвать его огневым, хотя огневое немножко другое, но для вас важно световое тело, тело света. И вот сейчас вы должны работать над тем, чтобы нарабатывать в себе тело света, при этом не забывая, что вы не только трудитесь на себя в этом стремлении, вы тем самым помогаете другим существам и своему многогранному существу в данный момент времени. успехов вам! Благодарю за информацию!